Минувших дней «Живая память» – большой выставочный проект, в котором вместе с художественным музеем приняли участие ведущие музея Москвы, Государственный исторический музей, Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации, предоставившие подлинные экспонаты из своих фондов. В основном мы старались показать графику. Графику можно назвать искусством войны. Ее техническая доступность, многотиражность отвечала поставленным задачам именно к искусству во время войны, потому что это пропаганда и информативность. Отдельное место на выставке отведено произведением, созданным непосредственно в годы войны. В фондах Государственного исторического музея хранится обширная коллекция портретного рисунка времен Великой Отечественной. Рисунки были выполнены на передовой, партизанских отрядах, госпиталях и нередко становились последним прижизненным изображением человека. Ордена носится с села Казачий Дюк Шацкого района. Ефрейтор Новиков, наш земляк, тоже навсегда запечатлен на этом листе бумаги, как и многие другие лики героев. Эти портреты уникальны тем, что за каждым из них реальная история, трагедия, своя страница в книге Великой Победы. На этом рисунке изображен младший сержант Фаден с собакой Цезарем, истребителем танков. Цезарь – это знаменитая собака-минер, живая мина войны, которой подрывали танки. Их дрессировали специально для того, чтобы они проползали с минами на спине под танк и взрывали его. Собака при этом уже не возвращалась, но в Сталинградской битве благодаря им было уничтожено большое количество фашистских танков. Немцы очень боялись таких собак. Делали специальные обвески на танке, чтобы от них как-то защититься. Шипами как-то дно закрывали, потому что собаки ползли именно под нижний люк, чтобы точно подорвать танк. И он уже вышел из боя. Большой раздел выставки составляют произведения, выполненные в первые послевоенные десятилетия. После выстраданной победы художники торопились запечатлеть для потомков поверженный Рейхстаг, марш победителей по Берлину, как на триптихе Богаткина «Капитуляция Берлина» 1947 года. Но также старались не забывать в своих картинах героические и страшные события от гремевшей войны. Их можно увидеть в экспрессивном по накалу чувств полотне ленинградского художника Николаева после обстрела. Пока выставку можно увидеть только онлайн. В нашем формате онлайн-выставку в основном можно посмотреть на нашей странице ВКонтакте. Там выкладывается все, начиная от монтажа выставки. То есть каждую выставку мы стараемся описать, рассказать о ней. На этой выставке мы постараемся некоторые сюжеты рассказать отдельно. Четыре десятка произведений военных художников, вошедших в экспозицию выставки «Минувших дней живая память», сохранили пережитые нашим народом страшные дни войны. Радость победы, горечь утрат, чтобы следующие поколения о них никогда не забыли. Выставка будет работать с 23 апреля по 31 мая 2020 года. И, возможно, жителям города удастся воочию увидеть эти строгие, суровые, очень важные для каждого из нас произведения.